На телеканале Антона 7 новости в студии Евгений Нифанов. Здравствуйте! Омский ураган. Только в утренние часы на территории областного центра зарегистрировано уже более 20 дорожно-транспортных происшествий. Какие неприятности принесла непогода. Федеральные подарки. Сейчас идут, наверное, на придомовые территории, хотя это приоритет все равно межквартальным проездом отдаем. Как благоустроят город. Травматологическая конференция. Свои последние разработки на эту конференцию привезли и крупнейшие производители медицинского оборудования из США, Европы и России. Какую пользу это принесет пациентам. А также новости культуры и спорта. Итак, в Омске разбираются с последствиями стихии. Ураганный ветер снес крышу, дорожные знаки и ограждения. На улице Ленина ветром сдуло припаркованный автомобиль. Транспортное средство без водителя докатилось до юбилейного моста. Во время сильного ветра с ремонтируемой крыши жилого дома по улице Заозерной упал лист профнастила. Ну а на десятилетие октября снесло остановку общественного транспорта в Боу-центре. На улице Гагарина же ветром вырвало дорожный знак и отбросило на припаркованный внедорожник. ГИБДД обратилось сегодня днем к жителям. Только в утренние часы на территории областного центра зарегистрировано уже более 20 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах. Обязательно соблюдайте скоростной режим и интервал до впереди идущего транспортного средства. Сегодня в Октябрьском округе жители дышали формальдегидом. Синоптики зафиксировали превышение ПДК этого токсичного вещества. Еще в феврале природоохранная прокуратура начала проверку, но результаты пока неизвестны. Между тем, токсикологами доказано, что формальдегид вреден для здоровья. Он вызывает слезотечение, насморк, кашель, головную боль. Как и этилмеркаптан. Сложное слово. С легкостью выговаривает уже практически все омичи. На слуху оно три недели. Столько же по городу гуляет едкий запах адоранта. Этому веществу сегодня посвятили пресс-конференцию. На запах приехал столичный эколог Роман Пукалов из «Зеленого патруля». Ведь омичи считают, что их водят за нос. Настоящий виновник так и не найден, а версия Росприроднадзора о буферных прудах подтверждения так и не нашла. Общественники «Зеленого патруля» уже начали собственное расследование, но им нужна помощь неравнодушных омичей. Даже анонимная. По телефону, который вы видите на экране, можно звонить круглосуточно. В час ночи, в три часа ночи наш сотрудник ответит на звонок жителей, которые, а, почувствуют сильный запах газа, б, готовы поделиться той конфиденциальной информацией, которую они, может быть, по каким-то причинам не хотят сообщать надзорным органам, либо органам следствия. И мы, в свою очередь, группа снабжена приборами для отбора проб атмосферного воздуха. Все мы имеем аккредитацию, как я уже говорил, на отбор проб воздуха. Проба будет анализироваться в государственной сертифицированной лаборатории. И еще одна важная информация. В Омск запретили ввозить иногороднее мясо свинины. Мясо свиней. И так региональные власти отреагировали на вспышку африканской чумы в Иркутской области. Именно там накануне это заболевание получил местный фермер в своем подсобном хозяйстве. В Иркутской области введен режим ЧАЭС. Всех свиней на расстоянии 5 километров от очага чумы уже уничтожили. Иркутск с Омском разделяет 2500 километров. Однако региональный Минсельхоз решил перестраховаться и принял вот такие жесткие меры. Омск ожидает массовое благоустройство в 2017 году. Сегодня мэр Вячеслав Двораковский объявил о старте двух программ. Первая касается строительства междворовых проездов. Вторая – развитие городской архитектуры. Обновление Омска произойдет благодаря поступлению в бюджет федерального финансирования. Сколько потратят и на что, расскажет Ксения Тойчкина. В Конгресс-центре нет свободных мест. На встречу с градоначальником сегодня пришли представители крупных общественных организаций. В том числе КТОСов. Цель – узнать о том, как город может измениться в этом году. И передать информацию жителям. Их роль, кстати, далеко не последняя. У Амичей есть право влиять на реализацию программы по благоустройству. Каждый может подать заявку, чтобы заасфальтировали проезд к своему дому. Таковы условия федерального финансирования. На эти цели поступило 150 миллионов рублей. 150 миллионов рублей. Один квадратный метр – это примерно тысяча рублей. Ну, посчитайте, сколько будет. Какая-то часть будет сделана. Частично средства на эти цели выделяются и из городского бюджета. Вы знаете, что там было определено тоже 150 миллионов. В целом все вместе. Часть идет, наверное, на придомовые территории. Хотя это приоритет все равно межквартальным проездом отдаем. Ну, арифметика достаточно простая. В чей двор заедет дорожная техника этим летом, а в чей нет – зависит от поданных заявок. Списки будут формировать в городской администрации. После согласования с координационным советом определят подрядчика. И работы начнутся. У жителей уже есть предложения. Их немало. У нас, например, от улицы Товстуха до 50 лет в ЛКСМ, где очень большое количество домов, более 10, этот проект нуждается. Там подход к детскому патриотическому центру, подход к школам, детским садам необходим. Необходим просто нам. И много таких проездок. К школам уже в прошлом году начали работу, но она не доведена до конца. Это все межквартальный проезд. Поэтому работы много. До конца не доведено благоустройство и 10-го микрорайона Левобережья. В 2017-м строительство продолжат. На территории появится пешеходный бульвар, рекреационная зона для активного и тихого отдыха, детские и спортивные площадки. В Ленинском округе возобновят работы в сквере у ДК «Железнодорожник» и у районного суда вдоль улицы Богдана Хмельского. Советский округ ожидает крупный проект по улице энтузиастов, а центральный получит обновленный микрорайон «Загородный». Изменится и вид авиагородка. У нас есть гранты, есть общественные организации, есть предприятия, предприниматели, которые сами вкладывают средства и благоустраивают прилегающие территории. Наши гранты, которые выигрывают общественные организации, тоже направляют их, как правило, половина от наших грантов направляется на благоустройство территории. Вот в целом весь этот комплекс позволяет сделать еще один шаг по благоустройству города. Новые благоустроенные места подарит и ежегодная выставка «Флора». Для ее проведения в каждом округе будет выбрана своя новая зона. Ксения Туечкина, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Финансовую поддержку получили и омские студенты. Часть из них теперь с новой дополнительной стипендией. Такова инициатива общественной организации «Новый город». Ее лидеры каждый год по итогам сессии поощряют лучших в учебе. Кто получил награждение в этом году, знает Ксения Бессараб. Он у нас постоянный гость. Титул постоянного гостя Даниил Томаленок держит уже 4 года. Он студент автодорожной академии. Отличник. Плюс к своей постоянной студенческой стипендии получает и именную. Мотивирует студентов, чтобы хорошо учились. Можно вообще ничего не учиться и не получить это. А так хоть какая-то мотивация есть. Небольшая к стипендии награда. Это вообще приятно. Такое, что хотя бы кто-то думает о студентах, что дает эту стипендию такую, ну и потом предоставляет место работы. Правда, работать Даниил не спешит. Впереди у парня еще магистратура. Свою первую именную стипендию сегодня получила Мария Амельченко. Первый курс, первая сессия. Было сложно, но Мария справилась. Это, как правильно было сказано, это мотивирует к лучшему обучению, к высшему обучению, можно так сказать. И это очень хорошо, что есть такие организации, которые помогают студентам, которые не забывают про нас. Что это на первом курсе особенно очень важно. В этом году список стипендиатов пополнился. 14 студентов получили свои благодарственные письма и поощрения. Растет интерес к знаниям, к тому, чтобы действительно учиться, для того, чтобы впоследствии добиваться успеха. Успешный человек все равно начинается именно со знаний, с того, что он знает и понимает. А потом уже появляются практические навыки. Инициатива поощрять лучших в учебе – добрая традиция нового города. Так студенты получают стимул вдвойне, чтобы повторить свой успех в следующей сессии. Ксения Бессараб, Максим Мартынов, Антенна-7. Теперь о медицине. Сегодня в Омске проходит крупнейшая международная травматологическая конференция. Более 400 участников, мастер-классы и выставка современных технологий в области медицины. Количество травм подобные встречи не сократят. И они в большей степени нужны врачам. Чем полезен сам факт проведения такой конференции потенциальным пациентам, разбирались Денис Ионос и Андрей Кузьмин. С помощью специального преобразователя возможно получить магнитный сигнал на монитор, совместив вот таким вот простым движением руки и манипуляции две точки на экране, тем самым через конюлю прибора осуществить блокирование интермедулярного фиксатора, который уже в кости установлен. Этот прибор – новинка крупной американской компании – система дистальной навигации. Ее главная особенность – защита хирурга и пациента от излишнего рентгеновского излучения во время остеосинтеза. Цель операции – соединить костные отломки. Для этого часть кости делают полой. Устанавливают магнитный датчик, который и дает импульс, отображаемый на экране. Таким способом можно без рентгена онлайн видеть отверстия для соединения. Свои последние разработки на эту конференцию привезли и крупнейшие производители медицинского оборудования из США, Европы и России. Торчащие кости здесь никого не пугают. Эти приборы для ювелирного извлечения старого протеза, который скреплен с тканью цементом. Его при замене надо выдолбить, но чтобы не разрушить саму кость. Этими тонкими стальными устройствами остатки цемента и счищают. Травматология – один из самых быстро развивающихся разделов медицины. И омским врачам приходится труднее, ведь в регионе нет научно-исследовательского центра. Практически за полгода происходят такие изменения, за которыми нужно гнаться только или в интернете, или участвуя в такого рода конференциях по всей стране и за рубежом. И это все сегодня у нас здесь. То есть практически мы сегодня снимаем сливки с последних разработок за полгода, которые были во всем мире применены и использованы. И со следующего месяца эти разработки будут использоваться также и у нас в Омске. Конференции проходят раз в год. Этого мало. Поэтому еще один верный способ угнаться за мировой практикой – обучение в других городах и странах. В КМХЦ зачастую приглашают коллег для совместных операций. Накануне вместе с австрийскими специалистами провели ревизионное эндопротезирование. Пациентки заменили протез коленного сустава, в котором образовалось воспаление. Сегодня среди участников конференции ортопед Кай Вольфрам. Он еще на подъезде к Дворцу молодежи оценил риски травмирования. Неубранные дороги, нечищенные тротуары. В Баварии такого нет. Но это не уменьшает количество травм. У нас тоже ломают, конечно. Но в большей степени это спортивные травмы, которые зачастую намного сложнее. В Омске же травматизм сезонный. По статистике ежегодно получает травму каждый десятый. И задача врачей – как можно скорее поставить человека на ноги, порой в прямом смысле слова. Активная позиция современной травматологии предполагает, что мы одновременно выполняем оперативное мешательство, которое позволяет сразу же осуществлять движение. То есть мы совмещаем процесс консолидации, то есть сращения перелома с периодом реабилитации. За деятельностью омских травматологов, ортопедов и вертебрологов продолжают следить Денис Суонос и Андрей Кузьмин. Антенна-7. Общественная организация «Оплот» продолжает следить за развитием событий вокруг дела о возможном картельном сговоре дорожников. Управление Федеральной антимонопольной службы обратило внимание на ряд строительных компаний. Активисты «Оплота» написали заявление в адрес антимонопольщиков еще в прошлом году. Дорожники получили средства, отремонтировали дороги, а общественники задались вопросом, а можно ли было выполнить работы дешевле. Вскоре активисты «Оплота» обнаружили, что документы для тендера на ремонт дорог были поданы от четырех фирм, но с одного юридического адреса, с одного IP-адреса и одним сотрудником. В этом, по оценке юристов, можно усмотреть признаки сговора. Однако к концу марта ситуация так и не прояснилась. Мне, как представитель общественной организации, сложно говорить о том, долго или недолго. Будет такие процессы, наверное, надо членам комиссии задавать этот вопрос, поскольку уже они говорили об этом в одном из интервью представителей УФАС, о том, что им необходимо доказать причинно-следственную связь, именно документальность доказать. Это сложный длительный процесс, поэтому подождем, пока выводов никаких делать не будем. Новое заседание сорвали три строительные организации. Это ДРСУ-2, Дорстрой и Континент. Они так и не предоставили нужные данные. Антимонопольщикам нужны подтверждения банковских операций. К комиссии необходимо дополучить и дозапросить некоторые документы, которые в том числе не были представлены к сегодняшнему заседанию комиссии. В связи с чем заседание откладывается на 11 мая, 11 часов. В Оплоте намерены следить за процессом, ведь на кону экономия бюджета. Ремонт провели по стартовым ценам, а значит сэкономить средства для казны не удалось. Новоселье празднует Центр реабилитации «Планета друзей». Он переехал в новое помещение на Иртышской набережной. Уже шесть лет Центр помогает особым детям и подросткам. Ежемесячно к ним обращается до 60 человек. Как специалисты обосновались на новом месте и что теперь станет доступно их пациентам, узнала Анна Рыбина. Музыкальный урок сегодня впервые проходит в новом зале. Учителя и ребята еще привыкают к акустике. Центру «Планета друзей» стало тесно на Братской 13. Это их прошлый адрес. Теперь места в три раза больше. Такие перемены вдохновляют, говорят педагоги по актерскому мастерству. Они пришли к ребятам на новоселье. Мы безумно рады. Это было для нас неожиданностью, потому что нас оповестили уже. Мы приехали, чуть ли не приехали уже в старое здание. И нам сказали, а вот так мы уже переехали. Как переехали. И вот мы зашли сюда. Здесь, конечно, прекрасно, потому что там была у нас маленькая комнатка. Заниматься, так как дети у нас занимаются актерским мастерством, и мы вот как педагоги. То здесь, конечно, удобнее. Здесь можно почти создать уже театр. Девять лет назад, когда Центр создавался, о такой площади они и мечтать не могли, рассказывает директор. Сегодня 400 квадратных метров безвозмездно выделены Омским правительством. Ну, уже у нас красота. Мы теперь прямо отдыхаем. Вот, и комфортно. Здесь у нас будет мастерская. У нас же швейная мастерская в прошлом году открылась, поэтому здесь у нас уже творят. Наконец-то нашлось место для творческих мастерских и комнаты для занятий Монте-Сори. Есть где проводить лечебную физкультуру и когда поставить тактильные тренажеры. В планах открыть массажный кабинет и набрать еще специалистов. Количество педагогов увеличилось, потому что те, которые будут оказывать квалифицированную помощь ребятам с инвалидностью, увеличилось. Количество детей не намного пока, но тем не менее мы ожидаем основной прирост. Вот сейчас вот как раз вот апрель, май. Давай, ставим, ставим. Опа, молодец! Центр посещают дети, подростки, молодые люди с инвалидностью в возрасте от одного года до 33 лет. Им помогают педагоги-дефектологи, логопеды, психологи. Третий год в центре занимается Соня. В новом здании девочке нравится куда больше. Очень нравится и помещение сами получше, и попросторнее. Ну и как-то, мне кажется, оборудовано поинтереснее. Ну и ребенку здесь тоже очень нравится. Больше нравится, чем там. Сюда она очень с удовольствием входит. Даже уходить иногда не хочется. Подождать ребенка с занятий можно в комнате отдыха. Она оборудована для удобства не только родителей, но и братьев и сестер. Заскучать им точно не удастся. Аня вот уже пару часов ждет младшего брата. Хорошо тут, все красиво тут. Атмосфера хорошая. Новое помещение от и до оборудовано и для колясочников. Специальные ручки, пандусы и поручни внутри и снаружи здания. Все для неограниченных возможностей. Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна 7. В Омске сегодня начался конкурс «Славься Отечество». В этом году впервые к номинациям вокал, хореография, инструментальное исполнительство и театр моды присоединились художественное слово, балетмейстерская постановка и патриотическая песня. С помощью такого вот творческого набора конкурсанты собираются прославлять страну, ведь обладатели гран-при поедут на международные фестивали. Ну а пока начали с Омска, где сегодня собралось множество талантов. Участницы коллектива выбрали всем известную песню «Помолимся за родителей», но не с целью обратить на себя внимание за счет хита. Девушки хотели выразить любовь к своим близким. Произведение сложное, но больше даже эмоционально. Поэтому участницы представляли, что в зале их поддерживают папа и мама, которые не смогли сегодня приехать в Омск из Калачинска из-за работы. «Конечно, наши родители будут слушать эту песню. И мы эту песню им посвящаем, и не только им, но и нашим бабушкам и дедушкам от лица всех детей. И, конечно, мы хотим сказать слова любви своим родителям, нашей маме, нашему папе, нашим бабушкам и дедушкам». В составе жюри ведущие педагоги лучших российских вузов. Екатерина Поначевная не первый раз в Омске, поэтому сегодня хочет увидеть развитие исполнителей. Ведь как они быстро растут, дети из чужой школы искусств. «На конкурсах можно удивить, например, выбором песни, выбором репертуара, конечно же, образом и постановкой, подачей все-таки ребенка на сцене. Но, еще раз повторюсь, хочется, конечно, увидеть и услышать непосредственность именно детскую, потому что, все-таки, конкурс у нас детский, да, юношеский, и в первую очередь хочется увидеть и услышать искренность самого исполнителя». Параллельно с вокалом сегодня проходит конкурс номинации «Инструментальное искусство». Партию на фортепиано исполняют Алина Дудкина и Данил Евратов. Волнительно, но руки у пианистов могут дрожать только перед или после выступления. «Мы исполняли черни военная ронда на тему «Моцарта. Свадьба Фигара» и «Брамс. Венгерский танец». Мы выбрали это, потому что по программе нам требовалось произведение виртуозное. Сложность в том, что надо его сыграть не только технически правильно, но и музыкальные всякие мелочи. И надо очень слушать хорошо ушами, и чтобы бегали пальцы». Конкурс «Славься Отечество» проходит сразу в нескольких городах, чтобы по всей стране выявить лучшие коллективы исполнителей. В ноябре победители поедут на финал в Москву, а уже обладатели гран-при отправятся за границу. Статус международного конкурс получил, когда Центр творческого развития «Твой успех» вступил в Международную ассоциацию фестивалей. Конкурс называется «Славься Отечество». Мы, наверное, подразумеваем в этом названии то, что ребята, которые участвуют в нашем конкурсе, вырастут звездами, которые прославят наше Отечество на международном, на мировом уровне. Завтра участники покажут хореографические номера и театр моды. На сегодня задачу жюри они уже выполнили, показали свою искренность и затронули сердца. Светлана Урванцева, Сергей Гаврилов, Антенны 7. И о спорте, решающей поединки в международном турнире по баскетболу в памяти олимпийского чемпиона Ивана Дворного. На паркете спортивной школы номер 9 состязались шесть команд из России и Казахстана. В заключительном туре «Золото» выиграли баскетболисты из Екатеринбурга. Команда ветеранов омского баскетбола претендовала на серебряные награды. Владимир Истомин комментирует. Таранные фланговые проходы, скрытые передачи, неожиданные броски. Спортивный азарт остался в сердцах ветеранов. Центровой омской команды Евгений Василькин стремился играть столь же полезно, как и Иван Дворный. Самый опытный игрок команды Сергей Кузик смело бросал из-за трехочковой линии и забивал. С Иваном Васильевичем я играл в свое время в одной команде, когда он работал у нас на железной дороге. На первенство дороги играли. Но человек, который цементирует команду. Не было у него никаких дальних бросков, у него был такой столб в середине обороны. Он смотрел, ничего не делал, потом раз, руку выбросит туда. И вот ему надо в эту руку мяч вложить. И все, тогда вся игра сделана. Первая часть матча за мячами. 31-21. Во второй соперничество обострилось. Команда ветеранов баскетбола Тюмени предприняла попытку переломить ход поединка. Несколько точных трехочковых бросков, проходы под кольцо. В роли главного пасущего игрока тюменской команды несколько неожиданно выступил главный тренер омского баскетбольного клуба 17-16 Олег Крылов. Разрыв в счете сократился до двух очков. Долго восстанавливался после травмы. Этот турнир хотел пропустить. Но вот команда Тюмень приехала в ограниченном количестве и очень попросила за них поучаствовать. Так что в этом году представляю город Тюмень. Борьба характеров. В решающие минуты болельщики омской команды вспомнили о сильных волевых качествах омских баскетболистов. По их мнению, эта особая сила духа появилась в то время, когда играл Иван Дворный. Это флагман нашего баскетбола, потому что пока что олимпийских чемпионов больше не вырастил и не дал Омск. Вот этот вот турнир, он очень важен в первую очередь, конечно же, для молодежи. Потому что здесь играют, если вы видите, возрастные очень уже баскетболисты. Но глядя на них, вы знаете, радуешься, что они до сих пор молоды как душой, так и телом. А мещи проявили свои лучшие качества. Героем заключительного отрезка матча стал нападающий нашей команды Азад Фарахов. Серия взрывных проходов, несколько точных бросков со средней дистанции. Наша команда перехватила инициативу. Мощный натиск на финише 56-42. А мячи выиграли серебряные медали турнира. Преимственность поколений, по большому счету, да, то есть ветераны. То есть людям, которым далеко уже за 50 лет, играют люди, которые только-только вошли в баскетбол, в районе 40, то есть сейчас преавелируют, то есть скорость, физика у молодых, соответственно, мастерство и опыт этого ветерана. Соответственно, это все вместе дает необычно хороший результат. В специальные призы мемориала завоевали гости из Казахстана. В этот раз в турнире играли две команды. Из Петропавловска и Астаны. Казахстанские баскетболисты на равных соперничали с российскими командами. Эмоции от того, что встречаем старых друзей, мы уже лет 6 или 7 приезжаем на этот турнир. Встречаем старых друзей, как родных, в Омск, в Тюмень, в Цвердловск. И вот с ними поиграть на площадке раз в году, это прекрасно. Отличная соревновательная атмосфера намекнула на расширение турнира. По словам организатора, в следующем году число команд, участвующих в мемориале Ивана Дворного, может увеличиться до 10 клубов. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, «Антенна-7». Еще больше новостей на нашем сайте «Антенна-7.ру». Заходите, а я желаю вам хороших выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова